Ребята, всем привет! Новый влог! Сегодня 24 мая, представляете? Можно сказать, всё, уже лето в самом разгаре. Я еду исполнять свою мечту. На самом деле, ну да, можно сказать, мечта уже. Короче, буду стричь волосы. И в этот раз я хочу прям коротко подстричься. Слушай, я честно так устала от длинных волос. Мне кажется, это не стильным, не удобным в первую очередь, а ещё очень-очень жарко. Вот, я хочу облегчиться. Сделать уход за волосами ещё всё-таки я отговорилась. И сама, и Карина меня отговорила, и подписчики в комментариях меня отговорили от того, чтобы я сначала осветляла волосы, а потом закрашивала в тёмные. Ну, типа, знаете, испортить волосы для того, чтобы укладки держались. Почему я решила, что как бы пофиг? Потому что я думаю, что сейчас, когда я подстригусь, всё равно укладки уже будут лучше держаться, так как волосы не такие тяжёлые. И как бы волна... У меня как бы есть вот эта вот волна, например, от Дайсона, прикольная, но она прям на концах. И я думаю, что сейчас от того, что я сделаю волосы короче, у меня как раз вот там, где... Ну, у лица хотя бы, даже если это будут концы, но они уже будут у лица, будет какая-то, ну, укладочка. Во-первых. Во-вторых, думаю, что всё-таки реально есть смысл попробовать воспользоваться какими-то средствами для волос. Слава сегодня поехал. Во-первых, он сегодня ходил, делал УЗИ, у него что-то живот болел. Он говорит, у меня как всегда, типа, пришёл по одному вопросу, а в итоге выяснилось там что-то другое. Вот, так что ему надо сейчас кровь сдавать, что-то там проверяться, не знаю. Ну, надеюсь, ничего страшного, потому что я уже, у него что-то живот болел последние дни. Вообще, надо постоянно проверять своё здоровье, я считаю. В этом году прям, блин... Не, вообще, в принципе, надо проверять своё здоровье, но особенно в этом году я заметила, что очень многие болеют, очень у многих какие-то прям проблемы со здоровьем. У нас в семье тоже, ну, какие-то, знаете, такие моменты выскакивают, за которые там вообще не парился. Ну, короче, это я просто к тому, что всегда следите за своим здоровьем. Это самое вообще важное, дорогое, что есть лично у вас, у каждого человека. Вот, потому что без здоровья хорошего особо много счастья, мне кажется, в жизни не может быть. Ну, вы поняли, короче, о чём я говорю, что это реально важно. Вот я, кстати, тоже ходила к врачу женскому, рассказывала вам как-то об этом. Ну, по-моему, я об этом рассказывала в Телеграм у себя, кстати, подпишитесь на меня. Давно я не сидела за рулём, но не так давно, как до появления этой машины. Просто что-то как-то не до этого было, всё как-то внутри дома, внутри семьи. Если куда-то на дачу, то, понятно, мы едем на Славиной машине, потому что она больше, плюс сзади мы с Саней сидим. Вот, кстати, у нас новенькие автокресла. Попозже вам их покажу. Вот это мы ещё не тестировали. В машине у Славы, которая стоит тоже от этого бренда. Это нам от мамы Жанны прислали. Но прям очень классно. То есть видно, что ребёнку намного комфортнее и удобнее, чем в том, из которого она выросла. Ей прям хорошо в нём. Вот, мы ещё типа на дачу долго бы так вот, чтобы ехать в нём не ездили, чтобы ребёночек поспал, например, комфортно. Но я думаю, в нём хорошо спится. А у меня вот такое стоит. Это тоже выглядит прям удобным. Короче говоря, следите за своим здоровьем. Это очень важно. Я была у женского врача, гинеколога. В целом всё хорошо. Какие-то мазки, шмазки. Всё сдала, всё нормально. Вот. И мне всё равно нужно сдать кровь, потому что она сказала, что у меня очень бледная кожа. Я всё никак не сдам кровь. Я вот такая думаю, может сделать это завтра. Но Слава сегодня уедет на дачу. Мама моя тоже теперь на даче. С мамой у меня вообще рамсы. Какого характера, вы спросите? Мама. Мне записывают такие голосовухи в стиле. Мы всей семьёй посовещались. И с бабушкой, и с Вовой. И вообще мы все, короче, решили, что давай-ка ты к нам привози Аню и оставляй её у нас на даче. Вот так мы решили. Просто моё лицо в этот момент. Но я как козерог очень упертая. Сандарь. Короче, в чём суть? Я понимаю, о чём говорит мама. Что, конечно, Аня будет намного лучше на даче на свежем воздухе. Но насколько ей прям будет сильно лучше на даче на свежем воздухе, но при этом без родной, любимой мамочки и папочки рядом? Вот вопрос. Тут дело даже не в том, что гиперопекаю. Ну, сейчас мало ли кто подумает. Я согласна, что ребёнка нужно приучать к тому, что мама может уехать, что ребёнок может остаться с дедушкой, с бабушкой на даче, потому что я в детстве оставалась, и всё было хорошо. Вот. И я не знаю, пока морально, как будто бы не готова к тому, чтобы просто взять и оставить Аню с ночёвкой. С одной стороны, надо попробовать, но я просто знаю, что она меня очень любит, она очень скучает по мне, и я по ней скучаю. И я буду плакать. Я её могу оставлять уже на целый день. То есть я её, например, днём отдала маме, там ночью, даже в 10, например, только вот мы с ней увиделись, мы её забрали, например. Так мы уже практикуем. Но как будто бы, чтобы она меня перед сном, например, не увидела, а просто вот уснула с бабушкой, там, ну, не знаю. Плюс я переживаю, всё-таки Аня ночью просыпается, и не просто просыпается, там, вот, например, даже сегодня, это вообще, вообще, я с ней уже говорю, Аня, ну ты просто, что ты, что ты хочешь? Она проснулась в 5 утра и 2 часа не спала. Я ей дала семью панд, та мама, папа панда, и два малыша панды. И она сидела с ними, играла, но при этом, конечно же, она по мне ползала, перелезала, нажимала на мой живот, который мне говорит о том, что скоро придут эти дни, и вообще на него, не трогайте меня, понимаете? А не то, что там нажимать, там, я думаю, уже 12-килограммовым ребёнком. Короче, это жесть. Я с собой даже на всякий случай взяла ножку для живота, и это, гигиенические средства всякие. Тут моё колечко лежало здесь, в машине долго. Шло его время. Я вчера сходила на маникюр, на педикюр в 4 руки, а ещё сделала ламинирование бровей. Такая красотка. Сегодня ещё подстривусь, и вообще буду просто... Во! У меня прям настрой коротко подстричь. Не знаю, как там сейчас решиться в салоне, но настрой прям у меня такой. Причём так коротко, как я уже была когда-то, и мне кажется, это вообще супер мне было. Так, я не вижу. То есть я бы прям вот столько бы отрезала. Это, наверное, кому-то кажется мало, но мне кажется, будет хорошая разница. Вот так. Я вчера волосы выпрямляла, лаком млачила, поэтому они лили так себе. Ну, типа не свежие прям. Мы вчера реакцию снимали на рутюбчик. Ребята, я хочу с вами поделиться тем, что у меня на рутюбе эксклюзивно вышел блог, который, скорее всего, просто взорвёт ваш мозг. Я в шоке, потому что я не ожидала такого откровения от нас со Славой, что просто в одном дне столько всего обсудим, расскажем. Есть несколько вопросов, которые постоянно задают у меня в комментариях. Мы на них никогда не отвечаем, потому что не ваше дело. Но мы решили на рутюбе во влоге всё это обсудить. Я вам сейчас покажу нарезку с этого влога, и вы поймёте, о чём я говорю. Если вам интересно, а я уверена, что вам очень интересно, я даже знаю некоторых комментаторов, которые сейчас просто «А, ну, наконец, Таня, ты весели на эти вопросы!» Переходите по ссылке в описании, смотрите новый мой влог эксклюзивно на рутюбе. Там у меня, кстати, на рутюбе уходят ещё эксклюзивные реакции. Вот мы сегодня как раз со Славой будем снимать новенькую. Так что обязательно на меня ещё там подпишитесь, я вам буду очень благодарна за вашу поддержку. Так что люблю, целую, и смотрите нарезочку. Я собираюсь приготовить Ане супчик и заодно поделюсь с вами рецептом по поводу операции на грудь. Сейчас мы едем с вами на новую квартиру. Добрали мою кров... Кровушки моей попили! Да... Это просто пипец. Можете поздравить нас, мы завершили ГВ. Мясо давай, добавки мяса с макаронами и подбольчиками. Спрашивают, кем ты работаешь? Я не могу с этого... Зай, это вообще что? Мы что, прям бухаем, что ли? Деньги у меня есть. Не бомжуем. Не бомжуем. Хавчик есть. Хорошо посидели. Зачем лезть в чужие трусы? Всё это дело нам обошлось в миллион четыреста. У нас с тобой сегодня, можно сказать, свидание прошло. Просто обожаем эти стейки. Картошечку фри, сулавы, перечный соус. Я лучшего и желать не могла, чтобы у меня была такая опора и поддержка. Хочется мне прям покороче волосы. Может, даже ещё короче сделаю. Я не знаю. Но мне самое главное, конечно, чтобы собирались в хвост. И вот моя любимая прическа тоже. Мне хотелось бы сохранить этот эффект, чтобы... Ну, не, наверное, сохраниться. Чтобы я могла крабиком их заколоть и чтобы волосы как бы торчали из крабика. Ну, не так и торчали просто, как антенна, чтобы, ну, немножко всё-таки свисали. То есть не совсем коротко. Я не знаю. Надо протестировать, как-то посмотреть. Очень нравятся сейчас мои брови. Давно хотела сделать ламинирование, но всё. Как-то не до этого было. Ещё нагрел губы. И вообще будет просто супер. Я же закончила кормить грудью. И такая, ну всё, класс. Даже мы ходили в ресторан, ели стейки, я пила вино. У меня есть влог на Рутюбе вообще. Офигенный, кстати, влог, посмотрите. Он у меня только сегодня выйдет, но мне кажется, там вообще должно быть дофига просмотров и комментариев. И вообще он, мне кажется, очень интересный и насыщенный. И отвечает на многие вопросы. Так что гляньте. Это было шикарно. Я там пила винишко. Это было так вкусно, так классно. И улёт. А сегодня, вчера, я наткнулась на Рилс. Рилс, будь проклятой, я терился. Наткнулась на Рилс, где какой-то, не знаю кто он, нумеролог, не нумеролог, рассказывает о том, что, типа, категорически запрещено бухать людям, которые рождены в определённые даты. Если они начнут бухать, то у них не будет много денег. Ну, типа, у них сразу всё перекроется, каналы. Я думаю, мама мия, зачем мне этот Рилс попался? Ну, ладно, посмотрим, что там за цифры, блядь. 28-ое! Короче, типа, люди рождённые, ну, типа, первого, тададададада, и 28-го. Короче, как же в нумерологии, там же нет двухзначных, там только однозначные. И вот, например, 28, вот я 28 декабря родилась, 2,8 получается 10, но мы оставляем однозначные. То есть, если у вас, например, получается 11, там, или 13, то вы складываете 1 плюс 2, ну, 12, да, и получается у вас 3. То есть, всегда приводим к единичному. Так вот, и у меня единицы. Типа, людям, рождённым, там, вот таких-то чисел, когда получается единица, нельзя категорически бухать, потому что иначе у вас не будет денег. Я не знаю. В его словах как будто бы есть правда, потому что я не бухаю давно. Ну, нет, я особо... Ну, хотя, не знаю, может, я и бухала, как это называется. Ну, я нормально так любила выпить венца, там, на ужин, но не так, чтобы, знаете, прям совсем с ума сходить. Ну, вы помните, мои влоги, там, сдача. Ну, у меня всегда нормально всё с деньгами было, но последние, там, пару лет, ну, да, пару лет, ещё, получается, когда я забеременела, забеременела Аней, я же уже, понятно, ничего не пила, и вот я прям могу сказать, что когда я не пила, я больше зарабатываю, да. Молодон и прав. И вот не знаю, не знаю. С другой стороны, честно, у меня нет ни времени, ни сил бухать, вот так вот, если по-честному. Потому что всё-таки, во-первых, у меня дохера забот, хлопот, работ и ребёнок, и как бы сюда ещё вклинить, побухать, ну, вообще никак не получается. Блин, я вообще так жёстко опаздываю, мне это так не нравится. Потому что центр пробки какого-то... А, ну, нет, что удивительного, пятница, я уже должна быть там, а мне ещё сто пудово дохера ехать. Ну, нет, пишет 17 минут. Ну, если я на 20 минут опоздаю, это ещё не страшно. В любом случае, я сама не хотела бы, чтобы мне делали какие-то супер-купер укладки, то есть я на это не хочу вообще тратить время, после того, как меня подстригут, там, помоют голову, сделают уход. Вот, мне никакие укладки не надо, я это не люблю в салоне. Хотя многие девушки, наверное, наоборот, кайфуют, когда им в салоне потом делают укладку, они долго... Ну, там, не знаю, сколько вы ходите с укладкой. Я это не люблю, потому что, как правило, во-первых, меня укладывают не так, как мне надо. Я не знаю, почему, очень многие в салонах любят укладывать волосы вот так вот вперёд на лицо. А мне надо назад, я это, ну, короче, не люблю. Я, конечно, об этом могу сказать, я обычно говорю, но суть даже не в этом. От этой укладки я сильно, как будто толка не получу. Я просто попрошу меня посушить быстро, максимально, просто, чтобы был приличный вид. И всё, пока, спасибо. Почему? Потому что, во-первых, не хочу тратить время, так как мне ещё потом обратно ехать по каким-то, я думаю, с таким огромным пробкам. Это во-первых. А во-вторых, Слава будет ждать, когда я вернусь домой, чтобы он мог поехать со своей мамой, и они вместе поедут на дачу. Они так запланировали. Вот. Но мы со Славой выясняли, кто когда там чего поедет, потому что он очень хочет съездить к своим родным на дачу. И я ему сказала, что я очень хочу успеть подстричься, покрасить, ой, покрасить. Ну, короче, подстричься хочу, и я говорю, давай я узнаю, когда я могу съездить на стрижку, а ты в любой другой день поедешь на дачу. Ну, короче, он со мной согласился. Он решил ехать на дачу сегодня, когда я иду на стрижку. Ну, пофиг. Пофиг, мне за что я. В любом случае, он туда ненадолго, он завтра планирует вернуться, как я поняла. Такая пробка просто пипец. Вы бы видели. Просто. Повылезали, да, повылезали. Посмотрите, какая пробка. Просто все нафиг стоит. Все стоит. Там миллиард машин. Сначала меня записали на 5.45, и я думаю, ну, капец, это самый пробный, самый жоповый. Ну, как вообще мне доезжать, не знаю. Потом мне написали, типа, приезжайте пораньше. Сможете, типа, в 3.30. Я говорю, да, супер, мне так даже удобней. Короче, все затянулось, закрутилось, завертелось, и в итоге я оба одного. Как всегда. Ну, посмотрим, что получится. Я могу вообще сама посушиться. Обычно посушить мои волосы, особенно если с укладкой, это еще минут 40. Поэтому, по сути, я могу с чистой совестью опоздать даже на 40 минут. Ну, просто реально. Когда я сушу дома голову, это занимает у меня минут 10. Тоже долго, да? Ну, да, волос много, длинные, густые. А в салоне это еще больше, потому что они же там красоту мне какую-то накручивают, делают. Вот. А я могу вообще, я даже так пару раз просила, чтобы быстрее мне освободиться, просто просила фен и сама сушилась. Хорошо. Интересно, конечно, что получится. Вдруг я совершаю ошибку. Да не, какая ошибка? Не хочу реально. Надоели мне длинные волосы, вот такие. У всего есть своя какая-то грань классности. Хотя вот так вот смотрю иногда на себя, думаю, ну, крутая, конечно, с длинными волосами. Но опять же таки, круто, когда у тебя они там, либо прямые, либо накрученные. А когда это какая-то белиберда, типа, и не то, и не сё, просто вот, ну, и чё. Я постоянно хожу с хвостиком. Потому что, во-первых, у меня жарфа, плюс ребёнок. Ну, как бы, получается вообще не то. И мне это реально надоело. Я понимаю, что с короткими волосами я смогу даже чаще ходить с распущенными, потому что мне будет всё равно легче. Да? Согласна, согласна. Вот. Какие я буду делать прически, пока не знаю. Да, машина, конечно, чистенькая, это просто улёт, просто улёт. Очень нравится. Ещё и заправленная. Так мило. Слава заправил мою машину, хотя он сам мечтает свою помыть. Правда, я смотрю, кто-то тут окно открывал. Вот зачем он открывал окно? Или это я открывала? Возможно, это я открывала. Теперь грязное окно. В общем, мы собираемся уехать. 28-го мы поедем на дачу к моим родителям, а 29-го мы все проснёмся утром, сядем на наши машины и поедем в Дивеево. Там святые места. Я там ни разу не была. Слава там был много раз, моя мама там была много раз, и вообще мои родители там были не один раз. Там есть где окунуться даже. Просто поедем, как бы, как в путешествии, плюс, конечно, поедем по святым местам, к храмам. Вот. Ну, опять же таки, я там не была, но я знаю, что там прям очень здорово. И у меня вот в Москве очень любимое место. Это у Матронушки, на Таганской находится. Я всегда, когда к ней прихожу, там разговариваю, о чём-то прошу, у меня всегда слёзы накатываются. То есть для меня это прям очень такое сильное место. И вот я к Матроне приходила ещё, знаете, как давно? Очень давно. Я помню ещё до того, как я встретила Славу, я просила у Матронушки, чтобы, ну, встретился мне мужчина, который будет меня любить, с которым мне будет хорошо. Ну, то есть, знаете, вот такое. И моя мама много просила тоже, чтобы, понятно, у её детей было всё хорошо. Но это вот так вот мы обсуждали, конечно, рассказывали. Вот. Потом я приходила к Матроне, тоже я помню. Я ещё приходила, мы со Славой приезжали, когда я была беременна, по-моему, 4-го числа мы приехали, 6-го я родила, я очень хотела перед родами сходить. Я очень просила, чтобы у меня, ну, ребёночек здоровый родился, чтобы всё было хорошо, без осложнений, чтобы роды прошли легко. Ну, короче, знаете, вот такое. В итоге всё прошло замечательно, и мы потом, когда Анютка родилась, там же, кстати, крестили Аню, но не у Матроны в храме, в этом получается, а там рядом на территории есть, по-моему, то ли Петра и Феврония называется. Ну, короче, там крестили. Песня. 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 Я так и хотела, прям, я так и хотела, я помню, что я с Матроной разговаривала, так, про себя, понятно, особенно, пока вот, что ты стоишь, разговаривала, говорю, вот, там Матронушка, пусть всё будет хорошо у нас, и я ей говорила, что потом обязательно приду к тебе вместе с малышом, покажу тебе нашего ребёночка, ну, как-то вот так вот, знаете, не знаю, и у меня прям всегда там какие-то эмоции такие невероятные. У меня мама очень любит Дивеева, у неё там вот такое происходит, какие-то сны ей снятся, ну, короче, мы вот к такому очень так трепетно относимся. Так, уснул маленький ребёночек, Слава гуляет с внутрь, так что поедем в Дивеева буквально на пару ночей, там остановимся в каком-то отеле, буду снимать влог, понятно, это не какой-то там супер-пупер петензвёздочный отель, надо будет нам ещё туда собраться, вот, дофига всего надо будет взять, конечно, не, ну, как дофига, разберёмся, разберёмся, не знаю, что нас там ждёт, но учитывая, что мы едем с ребёнком, то, конечно, всякая вот эта вот движуха со сборами, она усложняется, поскольку ты не понимаешь, как и чё, у кого, куда. Так, на 10 минут уже опаздываю, а мне ещё дохера. Я не могу просто никак по-другому проехать здесь. Ну, я, конечно, когда выходила, я уже видела, что я опаздываю, но у меня просто уже не было выбора, потому что и Слава поздно пришёл, и мне нужно было дособираться. Так что, да, поедем в Дивеево, куда-то пойдём, будем так гулять, наверное, будет очень жарко, думаю, прям, может, мне платья какие-то с собой взять, ребёнку тоже надо одежду, прям, не жаркую. Короче, ну, собраться прям надо хорошо. ненавижу опаздывать, конечно, вообще ненавижу. Ну, блин, что поделать? Опять же таки, от того, что я опаздываю, говорю, можете мне укладки не делать. Просто посмотрите на эту пробку на Арбате. Вот, я сейчас еду по Арбату новому, и это просто жесть. Не, ну, это ещё не самая жесть, бывает ещё хуже. Я видела, знаете, комментарии под, как раз, по-моему, последним влогом, который у меня сейчас есть на Ютьюбе, типа, москвичи, я вас не понимаю, как вы живёте в Москве с этими пробками. Честно, я тоже не понимаю, как мы живём, но мы вот особо в центр часто прям-таки не ездим, и особо прям по пробкам мы тоже обычно не ездим, потому что, ну, мы не живём в самом центре, где самая жесть, поэтому нас это как будто сильно прям жёстко не касается. А то, что вот там, ну, пару раз, там, не знаю, окей, один раз в неделю постоять в пробках не кажется прям таким, знаете, критичным, чтобы с ума сходить. В общем, я уже скоро буду, слава богу. Тут уже не такие пробки, потому что я уже там, конечно, отстояла всё. Сейчас мне уже недолго осталось ехать. Так, ребят, ну что ж, я уже на месте, мы уже сколько-то сделали этапов. Сейчас сижу минут 15, вот, потом ещё будут всякие сыворотки прикольные, горячее полотенце, в общем, красота. Так что скоро... Это мы сейчас начали делать сначала счастье для волос, и когда мы это всё смоем, потом уже у меня будет стрижечка. Я уже написала себе в заметочке текст для будущего рилсика. Хочу сделать рилс о том, какие у меня были, когда-либо в жизни разные эксперименты с волосами. Конечно, это всё не обвенчалось каким-то успехом, и я считаю, самый главный посыл это варился будет в том, что человеку больше всего идёт именно натуральный цвет, который дан ему от рождения. Ну, на самом деле, так говорят, так считается, и я тоже с этим согласна. У меня просто тут была такая идея в блондинку покраситься, и я очень рада, что я передумала. Хочу вам показать, какое здесь огромное количество волос. это для наращивания. Кто помнит, я сюда, в 4Hair ходила раньше, волосы наращивала. Как раз после того, как блондинкой пыталась стать. Там есть какие-то очень длинные волосы, вон там, в самом конце, я не знаю, сколько там сантиметров, мне кажется, за 100. Прям очень длинные волосы. Я, честно, не знаю. Мне интересно, сколько стоят такие волосы. С ума сойти. А вы не знаете, сколько сантиметров там вот самые длинные волосы? Вот, я тоже так подумала. С ума сойти. А не знаете, это чьи? Кто так долго отращивал? Ага, с ума сойти. Так что, вот так. Вообще, кстати, волосы можно продавать, вы знали? Так что, если у вас очень длинные волосы, вам это надоело, то можно еще подзаработать и стрижечку обновить. Так, ребята, вот мои волосы. Вообще, посмотрите, какой длинный валяется. Все, подстригли. Ну что, девчонки, вот это, новенькая я. Ну что, как вам? Длина моя? Мне кажется, это просто идеально. Мне очень нравится. Даже как будто можно еще короче. Супер. Так, все, я закончила. Блин, ну прикольно, мне нравится. Облегченная, новая я. Мне кажется, прям послежела, помолодела, стала более сильной. Клево. В итоге, мне посушили волосы. Ну, как бы укладку, можно сказать, сделали. Поэтому, спасибо. Так, что мне нужно? Мне ничего не нужно, я поехала домой. Сейчас почти 7, сейчас скажу даже точно. Без 9 минут 7. Ах, красота. Мне вообще очень нравится. Чего я раньше не подстригла вот так вот волосы? Скажите, это вот намного лучше. Нет, ну кому-то нравились мои длинные волосы, конечно. Но мне кажется, это реально вот прямо свяжило меня. Аааа, прикольно! Прикольно! Ну-ка, на фоточки посмотрим. Вообще, мне так нравится. Ну, понятно, у меня еще хорошо они так уложены. Ну, с такой немножко загогулей. Мы поедем домой. Я так хочу жрать. Я сегодня съела яйца. Как бы мне этот адрес сделать домашним, чтобы быстро... Хоп! Все! Боже, красивое колечко. Так его люблю. Так. Пай, хай. Шпурехин, мехин, погнали. А, выключить парковку. Она у меня, кстати, как раз до семьи. А че? Мне, наверное, и выключать особо ничего не надо. Тут парковка, знаете, сколько у меня обошлось? Тысяча с чем-то рублей. Потому что здесь 380 рублей час стоит. А я, сколько здесь была? Когда я приехала? А че я тут так долго? Три часа я здесь? Как быстрое время летит вне дома. Или да? Нет, у меня везде быстрое время летит. Так, тут тоже ставим дом, чтобы он меня во всех навигаторах вел домой. Так, тут говорит 25 минут, тут говорит более проводимые 40. Ладно, все, погнали. Юху! Короче, настроение пушка. В общем, я вам не договорила по поводу моей мамы, которая хочет у меня забрать ребенка. Я ее понимаю, она все правильно говорит, она правильные вещи мне пытается внушить. а именно, что для Анюты в первую очередь будет очень полезно находиться на свежем воздухе. На даче. Я с ней согласна, конечно. Мама говорит, что я поступаю как эгоистка. Эгоистка ли я на самом деле? Я думаю, мы все немножко эгоисты. Короче, не знаю, не знаю, не знаю. Просто я не готова Аню оставлять на ночь без себя, потому что я буду очень скучать. Ну что, вы готовы? Три, два, раз, хопа! Оп! Ничего себе! Так коротко! Зай, ты выдумываешь реакцию? Тебе пофиг? Ань, слушай, ну... Ничего такого, да? не слишком критичные изменения, типа, по мне, тебе идет. Так лучше? Конечно. Ну у тебя же были длиннее. Да, сантиметров на 10. Это ты сейчас по-моему еще скучала? Сняшечку. Че получишь? Надо было snack Pens pension. что былоооооооооооооооооооооо. Так, ребята, Аня уже минут, наверное, 20 спит. Слава ушел. Мне пришел. Вкусно. И дочка. Что-то я сегодня так ничего не поела. Покажись, а то люди думают, что вы тебя отдали или съели или продали. Я уж не знаю. Сумасшедшие. Сейчас мне нужно будет за окна открыть свою машину, потому что Слава мне туда положит маленькую коляску. Потому что мало ли я, а не куда-то вдруг завтра или послезавтра соберусь поехать. Ну мало ли. Вот. И чтобы я большую не достала коляску, а маленькую хоп-хоп. И пощурую. И этот автокресло он не установил до конца. Я купила все. У меня стоит на этих. Для организации холодильника. Переднее сидение надо установить, чтобы она держалась. И коляску положить. Куда? Что, куда? Из твоего багажника? Мой багажник. Ага. Белый. Ладно, давай. Классная у нас, конечно, колясочка вот эта маленькая. Сайбекс Коя, которая мне очень нравится вообще. Прям могу рекомендовать смело. Сижу, выбираю файлы с Вивой. На монтаж горился про то, как Вива нам обоссала весь дом. Что он изначально был такой любимый. Вивочка-девочка. В жопу зацелованный. Потом родился ребенок. Вива обоссала нам весь дом. И вот только к 10 месяцам ребенка собака приняла. Ну, Вива реально, кстати, приняла. Она уже даже не сыт мимо. Она раньше что делала? Мало того, что она просто встала мимо. Могла у Ани насать в комнате, насрать, наблевать. Все могла. Все про Виву. Вот. А она могла, если к нам кто-то придет домой и пообщается с Аней Сюси-Пуси, и даже если с Вивой Сюси-Пуси поделают и долго с Вивой, пофиг. Все равно человек уходит, она идет и сыт. То есть она все равно, ну, не знаю, это был трэш. Сейчас такого нет. Слава богу, господи, спасибо. Потому что это был просто... Девочки, я не знаю, как вам объяснить, что это было. Это был трындец. Были ли у нас мысли о том, как нас заебили в Вива? Конечно! Просто, ну, честно, мне хотелось ее, ну, вот так вот. Потому что у меня нервы были, ну, реально. Я не знаю вообще, как я ее... Вив, извини, ну, я не знаю, как это вообще. Короче, Вива меня выводила из себя. И вообще признали. У меня был период такой, что я думала, что я больше ее не люблю. Чувствовала вину. Ну, короче, у меня было очень тяжело, на самом деле. Я думаю, Виве, конечно, Виве было тоже очень тяжело. Но мне тоже было психологически тяжело. Я чувствовала вину за то, что я чувствовала... Ну, думала, что я ее не люблю из-за того, что она ведет себя, как последняя собака. Я так уставала с ребенком. У меня были проблемы с давлением. Новая жизнь, новый мир, новый устой, новый быт. Ко всему этому надо привыкнуть. Все это тяжело. У ребенка колик. Я не высыпаюсь. У меня гормональные туда-сюда. И Вива берет все, засирает, засывает. На кровать ссыр. Ну, короче, вы знаете, помимо каких-то, понятно, с ребенком сложностей, но то, что Вива добавляла, это меня просто реально добивало. Добивало. Я, ну, как-то, знаете, морально в голове готовилась к тому, что будут бессонные ночи, будет ребенок плакать. Ну, типа, я к этому как бы плюс-минус, ну, реально настраивалась. Ну, то, что собака так себя поведет, я вообще к этому не готовилась. Ну, то есть я морально не настраивалась на то, что у Вивы будет такая реакция. И для меня это оказалось просто реально ударом. Было такое, что мама предлагала забрать Виву, ну, типа, не навсегда, ну, типа, на время. Я отказывалась, потому что мне казалось внутри меня, что таким образом ее бросаю, даже если бы мы ее забрали. Ну, то есть, знаете, как на недельку отдать, недельку забрать, недельку отдать, недельку забрать. Ну, условно. Мы же как бы Виву оставляем, там, родителям моим, бабушке моей, когда куда-то уезжаем, там, на две недели бывает, уезжаем и больше в путешествия. Ну, то есть за года Виву сколько тебе будет? Сколько тебе? Семь лет будет. Вот. Но мне казалось внутри, что я ее предам. Короче, это был пипец. И я чувствовала вину, потому что я думала, что я больше ее не люблю. У меня есть даже в какой-то степени страх. Страх, не то, что страх, типа, второго ребенка, вдруг я не буду любить второго ребенка так, как Аню. Я думаю, так у многих мам, они думают, как я смогу так же сильно полюбить, там. Не, ну, может, так не у всех, потому что я при бабахом. Ну, вот я помню, у меня мама говорила, она меня так любила, что она не представляла, сможет ли она точно так же еще, так же сильно полюбить другого ребенка. Ну, своего же, понятно, но, типа, второго. И ей казалось, что она не сможет. Но, когда рождались мои братья, она, конечно же, их так же сильно любила и любит. Вот, это просто к тому, что это такая большая сильная любовь. Все будет оп. У нас проснулась одна кукелька. Аню, дашь милечки наить. Вот так. Смотри, какая у вас модно-розовая девочка. Это Виви. Нет, Ане, не надо. Нет, нет, нет. Нет. Аничке не надо. Вивочки, это Виви дай. Соса Ани. Сосочка Ани. Наггетс Виви. Это Виви. Дай Виви. Пусть они еще больше подружатся. Дай Виви наггетс. Посмотри, как она корчит. Дай его. Дай Виви. Дай Виви. Соска у нас служит этим барьером, чтобы Аня наггетсы съела. Дай Вивочке. Да куда ползешь? Дай Виви наггетсы все. Не надо тут ползать с наггетсом размазывать все. Дай Виви, дай. На, Вивочка, на. Аня, щедрая душа. Дай соску маме. Ань, дай сосочку мне. Сосочку. Ань, вот и зубочки очень болят. Так соски по полу не вози. Вот и пол. Такая довольная. Она так сильно плакала сейчас перед сном вот этим. Мамина камера. Не надо. Сосу дай сюда. Сосу. Ань, сосочку сюда покажи. Покажи сосочку. Сюда покажи сосочку. Сосочку дай маме. Или Вивочке. Дай мне соску. Мы уже Ане даже норофен дали. А вот этого. Пежелый. Сем, Ань, твои сладкие губки. Алиса, включи фиксики ципа. Ципа. Ой. Алиса. Стоп. Алиса, включи КТ ципа. У мамы. Включи КТ. Крыша у меня едет. Стой. Ань. Ань. Кто ты улыбаешь? Что же ты улыбаешься с печеньем? Зоечка моя, я сегодня жутко не выспалась, потому что я поздно легла, Аня просыпалась много, вообще у нее сейчас период неприятный для нее, ну и соответственно для нас, в том числе, потому что мы, как ее родители, конечно же, участвуем в ее жизни максимально, не спим, понимаете, с ней. И даже если она проснулась, просто ее ничего не беспокоит, она не хочет кушать, она просто вот как бы не хочет спать, я тоже не могу спокойно спать, потому что мне постоянно кажется, что она сейчас перелезет через кровать, свалится, просто перелезет куда-то, свалится, у меня страх. Так, сейчас уберу все на свои места, как проходит мой каждый божий день. Поделюсь с вами, кто планирует ребенка, жизнь вашей, не знаю, будете делать все то же самое, что делали, не то, что типа кайфовать, отдыхать, делать что хотите, нет, вот дома убирались, там, не, ну можете, конечно, не работать, наверное, если вам позволяет ваша жизнь, но я, честно, не представляю, чтобы я вообще не работала, ну, блин. Хочу сказать то, что, конечно, конечно, бывают дни, когда жутко устаешь. Я тут вижу комментарии задают, кстати, на Рутюбе под головой, типа, почему Аня всегда у твоих родителей, Юль? Я вообще угораю с людей некоторых, короче, там просто беспокоятся по поводу того, что не обидно ли родителям Славы, что мы не даем им Аню. А вы хоть подумали о том, что, может быть, они не могут ее взять, например, по ряду каких-то причин, например, работа с утра до вечера, позднего? Нет? Не смекаешь? Я понимаю, понимаю. К нам часто приезжают родители Славы в гости, и на выходных часто приезжают, и, ну, как-то абсолютно нет смысла, например, нам было бы на выходные отдавать Аню родителям Славы. Нет, ну, можно было бы, ну, не знаю. Родители Славы часто на выходных сами ездят на дачу к своим родителям, вот, потому что им тоже нужна их помощь, какая-то забота. Все-таки люди пожилые, и, ну, когда ты неделю работаешь, наверное, хочется тоже какие-то свои дела за выходные сделать. Все-таки у всех есть свои дела, и по дому, и так далее. Не знаю, понимаете вы, о чем я говорю или нет. Люди, некоторые прям вообще странные. Я видела вопрос, почему я в каждом блоге вспоминаю своего дедушку, но мы так до сих пор не съездили в Грузию к нему на могилу. Я уже в своем телеграме ответила, что, как бы, ну, скорее всего, человек, который задает такой вопрос, что он, во-первых, не терял близких, ну, и дай бог, чтобы это было правдой. Вообще, я никому не желаю. Это самое вообще такое страшное, что может в жизни случиться, потерять близкого родного человека. Но я просто почему-то понимаю, что, ну, некоторым людям тяжело, например, прийти на могилу. Потому что это как еще одно, я не знаю, не ходила на могилы близких мне людей, слава богу. Ну, вот, например, то, что дедушка в Грузии похоронен, и я не была у него на охранах, на могиле не была. Из-за того, что я этого не видела, потому что они грязные, но это, они стирены, просто это уже не отстирывается. Хотя, может быть, отстиралась бы Аняными всякими штуками для детских стаканов. Много печенья надо для счастья. Короче, что я хотела сказать, не договорила. Из-за того, что дедушка в Грузии похоронен, у меня есть чувство, что как будто бы дедушка живой, просто он живет в Грузии. И, конечно, мне нравится так думать, потому что это во много раз приятнее так думать, чем думать, что его на самом деле нет. Хотя, конечно, я понимаю, что его нет. Странный вопрос такой задать. Нет, с одной стороны, не странный, просто там еще так было написано, типа, ну неужели нельзя выделить хотя бы пару дней и съездить к нему на могилу? Это так, знаете, звучит как будто бы съездить, слетать в Грузию на пару дней, это, ну, в центр съездить по пробкам. Пару часиков, и ты там. Это ценный большой квест, на самом деле. Во-первых, у меня ребенок, которого я, как уже говорила неоднократно, не готова оставлять, ну, как бы улетать в другую страну без ребенка, точно не готова. Может, когда-нибудь, когда Аня подрастет прям хорошо, и мы бы со Славой, условно, рванули бы куда-нибудь, хотя все равно не представляю, что мы оставили Аню и поехали на море, например. Хотя это, я думаю, было бы неплохо, полезно. Он так развеется, но я не уверена, что я смогу. И Слава, я думаю, не захочет, он вообще не любит Санни расставаться. Я думаю, вы представляете, какой путь нужно проделать. Это нам нужно с маленьким ребенком поехать в аэропорт, заранее все это собирать. Это, ну, как бы куча нервотрепки, плюс ребенку, там, придумать, как мне все взять, еду взять. Ну, то есть, это не просто поехать, это не так просто, как раньше, когда у тебя нет ребенка. И то все равно любая поездка, это тяжело. Плюс еще, ну, как бы тут добавляются моменты, ну, морально это тоже нелегко. Мы поедем в Грузию в этом году, я, правда, не знаю пока когда, потому что мы вообще-то планировали в июне, но мы бы хотели в этом году съездить в Грузию и отдохнуть на море. Странно звучит, учитывая, что в Грузии есть море, и можно было бы там отдохнуть, но не знаю. Скажу честно, мне не нравится море в Грузии, мне не нравится Черное море, и у меня не очень приятные какие-то не ассоциации. Не знаю, с другой стороны мне пофиг, я в бассейне больше люблю купаться. Ну, короче, дело в этом, мы пока думаем, как нам лучше поехать, потому что уже июнь, можно сказать, когда это видео выходит, может быть уже, нет, ну, наверное, еще не июнь, когда видео выходит, но неважно. Все никак не купили ни билеты, ничего. В общем, не знаю, сложно это все. Ну, то, что мы, конечно, туда поедем, это понятный дел. И мне морально это прям, ну, тяжело. Ехать в Грузию и приехать туда без дедушки, и дедушка меня там не встретит, и еще при этом поехать к нему на могилу, прийти в его дом, где он жил. Не знаю. А здесь у меня в Москве вообще по-другому жизнь идет. Течет все быстро как-то, знаете. И, конечно, с появлением ребенка, ну, понятно, я по дедушке очень скучаю, бывает, плачу, ясное дело. Вы сами видели, знаете. Но, конечно, когда у тебя появляется ребенок, у тебя нет много времени. Точнее, не то, что много, у тебя нет столько времени, чтобы посидеть там, поразмышлять. Повспоминать, погрустить. И в этом есть большой плюс, потому что, ну, как бы время быстро бежит. Ты в каких-то своих делах постоянно. Короче, я думаю, вы понимаете, о чем я. И, конечно, ну, сложно будет туда приехать. У меня Грузия ассоциируется только с дедушкой и вообще. Конечно, если бы дедушка был похоронен здесь, в Москве, ну, или в Подмосковье, я думаю, что, конечно, я бы уже давно сходила. Сейчас, кстати, время полдвенадцатого. Ну, я тебя не буду купать. Я Аню каждый день мою. Хотя бы, вот даже если ванну не набираю, я посажу в ее стульчик и из души ее помою, чтобы подмышечки все помыть. Вот, такое размягшее. Видела, Рилс как-то, что ребенок своей маме дает кусок яблока. Она его такая, типа, смотрит, а он весь этот кусок. Что там, блядь, только нет. Какие-то волосы, какая-то пыль, грязь. Вот это, конечно, лгар. Потому что дети постоянно с этими кусочками какой-то еды, которые у них, ходят ее по всему полу, размягиваются, собирают пыль. Ой, моя кучелька. Классно я ее нарядила? Не в бежевом. Это моя мама покупала, Аня. Она ей много всякого розового покупает. Ну что, ты готова пить воду? На, печенюшка. Аня, скажи зубы свои. Люди обалдеют. На. Чем тебя смешить с глупеньким? Иногда я какую-нибудь ерундую, а можно уже смешать. Так я делаю это. На. Крышка. Покажи, как ты умеешь крышечку. Видите? Вундеркинд! Вундеркинд! Закрывай крышечкой. Крышкой закрывай. Вот так. Вот, молодец. Хочу снять Рилс про организацию пространства в холодильнике. Я вам об этом начала говорить. И что-то произошло. Куда-то мы улетучились. Сейчас вам покажу, какой у меня срач. Это специально такой срач. Не, ну на самом деле просто мне не было времени разобраться. И тут куча всего. Что-то на помойку, наверное. Что-то просто надо разложить, расставить. И к чему я это все веду. Что я специально оставляю вот такой срач. Для того, чтобы снять как бы до и после. Типа, как у меня было до. Как будто бы у меня так всегда. На самом деле вообще нет. Но я думаю, вы мне верите. А после типа станет классно. У меня вот тут куча всяких контейнеров. Такой. Контейнеров сикой. Для соленья. Для детских. Тут у меня вообще для заморозки какие-то. Тут они на какие-то машинке, игрушке. Ну короче, чего у меня тут только нет. Поэтому ждите такой рилз. Так, ну не могла я оставить занюту без ванной. Круто! Знаете, когда я ванну последний раз принимала? Лет сто назад. Я на самом деле не люблю. О нет. Попила? Мне кажется, воды уже многовато, Ань. Я тебя уже не вижу. Куколка такая смешная. У меня есть вот такие кораблики для Ани. Так вот я их. Чпок. Зеленый. Ань, лови. Чпок. Вот такой шарик. Такой вот. Нравится нам этот звук. И оранжевый, конечно. Ань. Но нравится ей именно шарик. Ой, нет-нет-нет-нет-нет. Не балуйся, не балуйся, не балуйся. Зеленый корабль. Блин, тут нет ее полотенца. Мне придется оставить ребенка и бежать на одну секунду. Анюта никуда на самом деле не денется из этого кресла. Она один раз из него пыталась встать. Вот так вот головой в воду сделала. Попила водички и все. Больше она так не делает. Это было совсем давно и недавно. Так вот, когда Аня моется, сидит. Конечно, я бывает присаживаюсь, не играю. Я так делаю. Половину. Не, не половину. Я не знаю, сколько времени она сидит в ванной. По-разному бывает. Но обычно я стараюсь и делаю это обязательно. Смываю макияж. В телефоне стяжу. Вот, я мою. Надежда, подмижечки. О, зачем пену одешь? Пену не надо. Да не то. Я не буду пену. Я ее уже в своем детстве поела. На. Моя солнышко. Это что за Дед Мороз бородой? Ты мой хорошенький. Ты мой сладенький. Слава едет в задачу. Как приятно мамочке. У нее так мало теперь этих длинных вонос. Теперь можно намного быстрее. Все, у меня, кстати, сидит с камерой. Но она, кстати, быстро заряжается. Так, все. Буду умываться. Умываюсь я вот такой штукой. Кому интересно. Вот. Косметикой ей смываю. Вообще хочу сказать, что когда у тебя все нормально с кожей, можно сказать, даже пофиг, чем ты умываешься и что-то делаешь. И каким кремом ты пользуешься. Потому что когда у меня была проблемная кожа, я покупала самый дорогой крем. Хороший все. Самые классные умывалки, сыворотки. И вообще, пофиг. Было, ну нет, ну и был какой-то, может, результат минимальный. Но по сути, пофиг. Сейчас я могу лицо хоть мылом вот таким вот умыть. Все будет нормально. Понимаешь? Короче, ладно. Я умываться, укладывать малыша, а дальше не знаю, как у меня жизнь будет. Надеюсь, нормально. Здесь Анюта будет хорошо ухачивать, потому что она... Ань, Ань, Ань. Очень баловник маленький. Все, пока. Анна Великая приехала на своем троне. Сейчас мама ей включит мультик из Пелентоши, сейчас 11. Почему, вы спросите. Все просто. Потому что мне надо подстричь ей ногти. Другого никак. Вот, например, жду, какими-то мы не слушаем. Ловитесь под здоровьем, маманей. И против тех, 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 тех. Мастер-класс. 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 волосы можно тоже кстати чтобы поскорее это все вышло то потом где и когда я запишу записываем надо быстро записать чтобы это уже время от 12 это вообще не такие рамки аня пусть помычит пока потом все так говорилось про волосы недавно я подумал о том чтобы стать блондинкой недавно я подумал о том чтобы стать блондинкой у меня шикарный натуральный цвет волос но есть несколько но потом я ходил на наращивание и все еще оставалось светлый все равно это было не вау все равно это было далеко не вау и я решила что в пень человеку ничего не идет так как родной цвет по крайней мере по крайней мере так говорят и я с этим согласна хочу легкости поэтому я решила вот так подстричься поэтому я решила вот так подстричься и мне кажется это прям моя и мне кажется это прям моя длина как вам волосы я теперь смогу в наушниках хочу спокойно смонтировать пока буду а не укладывать или пока она будет спать оказывается можно при тебе записывать голос я не знала просто это получается чуть дольше я пошла укладывать малыша не знаю приду к вам сегодня еще в онлайн эфир круто да у нас тут болель 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 но есть креветка лишь бы не спать болель 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 ты